Дру-бру! Я раньше... Чё злой-то такой был? Просто у меня самокат не было. А теперь... Теперь я добреть начну! В общем, надоело мне немного сидеть на студии и тестировать смартфоны. Поэтому, когда мне написали китайцы, наши друзья-китайцы, о том, что «У нас есть самокат, хочешь протестировать самокат?» Я был рад, я согласился. Потому что теперь появилась официальная причина нестись навстречу ветру со скоростью до 30 км в час, хотя у меня получилось только до 25 км. Но это всё равно было прекрасно. Но давайте поговорим о новом самокате от компании Xiaomi Navi N40. В первую очередь я для себя отметил то, что из плюсов это лёгкость движения. То есть, если вдруг он разрядился, я могу спокойно на нём дальше катиться. Колёса не мешают мне этого делать. То есть, на старых моделях было такое то, что колёса, они в этот момент то ли подзаряжались, то ли ещё что-то. В общем, они затрудняли движение. Ты отталкиваешься, а он нифига не едет. Здесь такой проблемы нет. Здесь я отталкиваюсь и спокойно могу дальше катиться. Но я думаю, всё-таки лучше его убрать. Во-первых, он грязный. Я его на стол поставил. Что я за человек-то, а? Также мне понравилось, что подножка не выпирает и не мешает преодолевать препятствия. Ещё здесь 10-дюймовые пневматические колёса, которые неплохо так поглощают неровности дороги. И тряска передаётся намного меньше. Так что по брусчатке будет проще передвигаться, потому что резина будет съедать вот эти вот неровности. Ну и последний момент – это влагозащита по стандарту IPX4. Так что можно спокойно нестись навстречу ветру ещё и по лужам. Приезжает самокат в огромной коробке. Внутри сам непосредственно самокат. Зарядка, инструкция, шестигранник и шесть болтов. Вытаскиваю всё это и первым делом прикручиваю руль. Процесс складывания и раскладывания очень простой. Тут поддеваем, это оттягиваем, готово. Однако сам механизм довольно-таки тугой, поэтому, девушки, если вдруг будете это делать вы, берегите свои ногти. Руль крепится к крылу вот таким способом. И всё, можно нести. Весит с её чудо в районе 15 килограмм. И моя жена с лёгкостью справлялась с ней. Рама выполнена из алюминиевого сплава и способна выдержать нагрузку до 100 килограмм. Мощность двигателя – 350 ватт. Их хватает, чтобы разогнать эти 100 килограмм до 30 километров. Но лично я, как его не пытался разогнать, у меня получилось разогнать только до 25, даже на третьей скорости. Но, как заявлено, мощности хватит, чтобы подняться в горку с уклоном в 20%. Не знаю, сколько градусов уклон в горке у меня в парке, но я даже с середины горки спокойно, ему хватало мощности, чтобы с места меня затянуть. Правда, со скоростью в районе 6 километров в час. То есть, довольно-таки медленно, но уверенно. Аккумулятор тут на 10 тысяч миллиампер час, и его должно хватать примерно на 40 километров. Ну и, естественно, это зависит от того, сколько килограмм будут на нём ехать, и будете ехать в горку или с горки, будет ли ветер, не будет ветра. Тормоза здесь комбинированы. Сзади механический дисковый тормоз, а спереди стоит электропривод. Я помню, пару лет назад мы ездили с друзьями в Ярославль, и там, гуляя по парку, там парк какой-то на острове был, мы арендовали самокаты. Так вот, у этих самокатов был, во-первых, очень резкий, и только передний тормоз, насколько... По-моему, да, только передний. Дело было не в этом. У него ещё руль был расшатан, и тормоз был очень резкий. То есть, ты на него чуть-чуть нажимаешь, а он уже прям останавливается, и ты вперёд летишь, и ещё руль вот этот вот так вот дёргается. Я несколько раз чуть не упал. Здесь ты нажимаешь, он прям плавно тормозит. Это прям здорово. Но при желании можно и повыпендриваться вот таким вот способом. Также при торможении загорается стоп-сигнал, а по бокам есть дополнительные катафоты, чтобы нас было видно в темноте. А спереди есть довольно мощный фонарик, у которого можно регулировать угол наклона. Включается фонарик просто одинарным нажатием на кнопку включения. Двойными нажатиями уже переключаются режимы скорости. Первый режим до 15 км, второй режим до 25 км и третий режим до 30 км вроде как. Но я говорю, у меня на третьем режиме максимальная скорость была 25. Не гоняйте, пацаны. Вы матерям ещё нужны. Информация о режимах, скорости и зарядке выводится на экран. Также самокат можно подключить к смартфону, скачав приложение GoNavi. И первым же делом поставив его на охранку, не посмотрев пароль. В итоге пароль 4 восьмёрки. Как думаете, сколько попыток у меня было? Ни за что не угадаете. 13. Чтобы найти пароль 4 восьмёрки, мне понадобилось 13 попыток. Ещё в настройках в приложении можно включить круиз-контроль и рекуперацию. Рекуперация это подзаряд самоката во время, так сказать, торможения. Но не то чтобы торможение. Ты едешь, отпускаешь газ, и если у тебя не включена рекуперация, то самокат дальше идёт с этой скоростью. Ему ничего не мешает, у него колёса не блокируются. Если включить рекуперацию, то как только ты отпускаешь газ, самокат начинает притормаживать. Ты прям это чувствуешь. Потому что включается рекуперация, начинаются вращаться двигатели, и заряжать самокат. Но лично мне показалось это ненужной функцией, потому что подзаряд не такой значительный, чтобы его включать. А когда ты разгоняешься и отпускаешь газ, ты тормозишь, и тебе нужно чаще разгоняться. Поэтому, мне кажется, здесь затраты и восполнение заряда, они не сопоставимы. Поэтому я решил не включать эту функцию. В итоге мне очень понравилось рассекать на нём в плате, потому что, знаете ли, очень свежо. Но если серьёзно, даже 25 километров мне было за глаза. Я до этого на Сигвейчике катался, там пятнашечка максималочка, а здесь 25, и это довольно-таки шустро. Но, если кому-то этого мало, у компании есть решение и помощнее, например, N65. Там вообще, по-моему, около 65 километров запас хода, и скорость повыше. Ну, там и двигатели мощнее, и там в целом даже грузоподъёмность больше. В общем, ссылка, если что, будет в описании. Переходите, ознакомливайтесь. А у меня на этом всё. До скорых встреч, друзья. Пока.